Привет подписчикам и гостям моего канала. Меня зовут Евгений Малов. Вы на канале СВИНОГОС ВОДОДУШИ. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Начинаем работать. Это видео будет посвящаться свету. Какой у нас свет на ферме, сколько он работает. Попытался объяснить. Ну и немножко легенький обзор фермы. По всем отделениям прошелся, показал свет свиней, поросят. Надеюсь, видео будет вам интересным. Всем хорошей продуктивной недели. Всем удачи. Включаются два выключателя. Вот это автомат, грубо говоря, на изменение и на прегменте. Он автоматически выключает свет в заданное время. И, допустим, мы приходим, вот сейчас я включаю, вот сначала это включил, а это на фастель. Вот и получается, вот загорается свет. И, ну, типа, все. И, допустим, оно само выключит там в 10 часов или в 11 часов. Итак, начнем наше видео с осеменение. Вот. Поговорим о свете. Ну, и заодно сделаем маленький обзор. Пару недель назад я был, ну, был, была, типа, собрание, не собрание, там, ну, типа, собирают людей, кто работает на свиноферме, ну, и общаются, решают всякие там проблемы. Вот. И тоже было за свет. Короче, на осеменении свет должен гореть 16 часов. То есть, световой день должен быть в районе 16 часов. Ну, я не знаю, как это, ну, точнее, не знаю, не помню, люмии, не люмии, как называется. Короче, должно быть 200 с чем-то, по-моему, на осеменении. Может быть, я неправильно назвал, если что, исправьте. Короче, смотрите, вот. Лампы над проходом висят. То есть, не так часто, допустим. И вот лампы над головами свиней. Вот они кушают, да? Вот. Одна лампа здесь, и одна чуть-чуть дальше. И так, допустим, сколько их? Раз, два, три. 7 ламп на 21 бокс. То есть, прямо над головами и, ну, и рядышком, соответственно. То есть, на осеменении довольно-таки светло. Ну, типа, ну, сколько надо. В принципе, у нас прибора нету, который измеряет это все. Ну, вот. Так, со стороны посмотреть. Вот свинки кушают. Вот как раз почти над головами свет. И тут, а также. Вот. Почти рядом над головами. Вот. И вся, ну, эта сторона пока так же. Вот. Ну, тоже лампы стоят, все как положено. Вот. Эта сторона уже осемененные ремсвинки, польты. Вот у них просто, ну, в конце станка сзади вот свет. Ну, им, в принципе-то, не надо света много. Вот. Поэтому, вот. Здесь на проходе чисто. И все. Здесь, здесь такая же канитель, только сзади. Потому что это тут свинки осемененные уже. А здесь, здесь над головами, потому что вот здесь стоят польты. Вот. Ну, и для польтов это, ну, их осеменять же будем. И поэтому она тут тоже с той стороны. Вот. Польты, которые будут на этой неделе осеменяться. Вот. Свет у них горит где-то 16 часов. Так. Вот. Видите, может, трубки тут на всю длину станка. Это для того, чтобы... Ну, польты, в основном, выпрыгают. Ну, бывает, что выпрыгают со станка. Поэтому им, типа, сделают блокиратор, и они, типа, не выпрыгают после этого. Ну, в принципе, по осеменению со светом все. Сейчас пойдем дальше. Там прегнанси, новый прегнанси, бафер, родильное отделение. Так, мы в старом прегнанси сильно не кипишуем, бо свиноматки еще не кормлены. Вот. Ну, в принципе, здесь вот такое освещение. Тут получается, грубо говоря, над каждым боксом по одной-две, грубо говоря, попадаются лампы. Ну, здесь не сильно светло. В принципе, тут сильно светло не надо. Это на прошлой неделе загнали свиней. Смотрите, у них чисто, грубо говоря, чисто. Не так засрано, как вот взять вот этих. Ну, этих еще не сильно засрано. Но я заметил такую тенденцию, что когда мы за четыре недели увеличиваем еду, тем, кому выходить на родилку, за четыре недели увеличиваем еду. И у них такие боксы засранные, что просто капец. Вот. Ну, тут, получается, шесть линий, да? И над каждой линией по сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Над каждой линией по восемь фонарей этих. Ну, обычных фонарей. Светодиодные или какие они. Вот. И тут тоже свет горит в районе шестнадцати часов. Вот свинки ждут кушать. Да, мала? Кушать хочешь? Вот. В принципе, ну, тут кормятся же, как обычно, один раз в день свинки. Ждут. Сейчас стоит только хлопнуть дверью и начнутся, короче, крики еще больше. Ну, они видят, что кто-то ходит. Вот. Спрашивали, как заметно, незаметно, когда свиноматка скоро будет прожать. Вот им на следующей неделе выходить. И, ну, в принципе, у кого-то заметно, у кого-то нет. У кого-то больше наливается, у кого-то нет. Ну, в принципе, я думаю, по старому pregnancy, думаю, все, сейчас покажу новым. Но он чуть-чуть теплее. Так, мы заходим в новый pregnancy. Тут, вот видите, темно. Темнота. А вот включатель, выключаем. И все, свет. Здесь немножко отдельно, но выключается он через тот автомат на входе. Вот. Но здесь светлее. По типам. Несколько таких гипнозарьев. Здесь больше. Больше светильников и на меньшую площадь. Ну, это, грубо говоря, три линии. А ламп с ногом, смотрите, раз, два, три, четыре, пять рядов по девять штук. Смотрите, какие лошади. Это бюльты, уже осемененные польты. Пару недель назад из себя загоняли. Кричать хочет эстеток. Боксы для кабанов. Хочу вам кольтов тришка покажу. Вот, кольты. Такие свинюшки. Сейчас мы их будем кормить. В следующей неделе. Принеслить много кольтов. Не знаю, где-нибудь, когда. Ну, в принципе, все. Тут очень светло. Светлее, чем в прегнансе. Вот, в старом. В принципе, вот так вот. Вот так на лобильном отделении. Вот видно боксы помытые. Это на прошлой неделе мы загоняли свиней. Слышали, что я разговариваю. Все, подрывается. Ну, вот свиноматка. Вчера рыбила. Или все. Ну да, вчера вечером, походу. Вот, девятнадцать штук. Три мертвых. Я осеменял. Ну, вот, смотрите, какие карандаши. Смотрите. Не, ну, знаю, вам видно, не. Но он такой хорошенький кабанчик. Ну, тут чисто по проходу лампы. Ну, в принципе, тут светло. Тут, по-моему, должно быть там в районе ста этих единиц. Я точно не скажу. Ну, вот свинка начала рожать. Сейчас будем ставить. Вон, лампа стоит. Иду отключать. Вот. Сейчас, короче, поставим. Потом включимся дальше. Итак, уже в другой секции. Тоже это прошлой недельной сейчас загнали. На прошлой неделе, я имею ввиду. Тут тоже немного света, как бы. Ну, светло. Все как обычно. Все как должно быть. Вот. Сейчас посмотрим поросят на прошлой неделе, которые были рождены. Вот. Видите, поросятов рождены 9-го на 3-е. То есть им сейчас 6 дней. Вот. Вот бецики такие. Уже покастрированные, уже покупированные. Все. Это тоже 9-го числа. Вот. 18 штук, одно мертвое. Я все менял. Вот. в Кожанчике. Вот. Сейчас найду. Тут где-то спешил есть. А, вот. Спешил. Ландрас. 9-го числа. Родила 17 штук. Вот. Вот. Вот видите уши. Это польта будущая. Ей потом бирку поставят. вот такая. Красотка. В принципе на прошлой неделе довольно-таки крупные бецики понарождались. Ну вот. Тоже 9-го числа 18 штук. Смотрите. Шестой день. Вот. Хорошие бецики. Ну, в принципе на семье не везде такое освещение. лампа не работает предохранительная на полетел сейчас еще зайдем в одну секцию это более старая секция тут скоро будут ремонтировать что-то вот это более новая секция ой тут а тоже если брать по длине секция длиннее нежели нежели в этом нежели так то тоже на этой неделе 12 числа вот грубо говоря почти 3 дня поросянкам кто спит что бывает вот так закрываем поросят вот так вот так вот так вот так ну вот бацик и они 1 1 марта позапрошлая неделя две недели мы находимся в бафере покормил свинюшек вот это прошлая неделя тут стоит вот одиннадцатая и позапрошлая ну тут а вот две две лампы ну тут не как бы светло но не нужно так что было прям ярко в этом месте свиноматки закрепляют свою беременность на 28 денег сканируем и потом беременно не беременно и уходит она фрагмент вот многие спрашивают можно ли содержать в одиночных станках свиноматок до конца но здесь запрещено содержать свиноматок в одиночных станках вот не знаю понятно что типа эти партии как зеленые не зеленые как их там называют что типа совет содержание негуманно им надо ходить гулять свобода это понятно вот но лично я думаю что до конца не нельзя их держать в одиночных станках потому что не зажиреет и поросята либо мелкие будет либо вообще их не будет ну то есть она будет сильно жирная и нужно двигаться нормированное питание она потому что даже если она так стоит на нормированном питании они жиреют ну жирную набирает лес хорошо вот дальше спрашивают по поводу там насколько держать свиноматку там да вот 6 опоросов пошла на седьмой вот 6 опоросов пошла на себя буквально вчера был вопрос правда ли что после 3 4 опороса он начинает рожать больше смотрите 1 порос 19 2 3 по 17 4 18 5 6 22 23 причем на катом опоросе не не мертвых ничего то же самое 8 опоросов 20 20 23 23 15 18 вот 7 опоросов в принципе можно 9 на 9 опороса пошла вот началась у нее ну два мертвых сейчас она наверное это ее последний опорос если бы все нормально если нет она пойдет на сладкую принципе вот так вот посмотрели баффер я надеюсь вам было интересно это видео смотреть